Не знаю, всё странно. Тут вроде ситуация с уровнем всего, но я не уверен в этом. Сам доказываю девятого, уже после сюжета. Покачка заменяется в разы, на один уровень мне нужно милость. Ой. Громко, привет. Чем занимаешься? А? Просто отдыхаем. Ничего выдающегося. На крыше сидят, что ли? Хм-м. Ясно. Что это за романтик у них? Поговорить. Ну, это странно уже. Ну и денёк выдался, да? Это точно. Но зато прикольно ведь. А у нас каждый день прикольный. И это здорово. И это прикольно? Это знаешь, я и представить себе не мог, что однажды поеду с вами далеко-далеко. Кто бы мог подумать? Слушай, а мы с тобой сколько уже дружим? Со старшей школой, да? Лет пять? Я думаю, они с детства. Но познакомились-то мы намного раньше. Еще в начальной школе. Там они с детства вместе. Надо же, ты не забыл. Забудешь, пожалуй, как ты таращился. Ну, слушай, ты же как-никак принц. А в старших классах ты притворился, будто первый раз меня видишь. Да, тогда я наконец-то решил с тобой заговорить. Как будто вчера было. Тебе не стоило столько ждать. Никак я не встречаюсь. Нет, ты совершенно не понимаешь. Как бы тебе... Как бы тебе объяснить? Тогда я... был... Настоять. Мне интересно, что ты был. Ну уж не. Начал рассказывать. Хорошо. Я был робким. Мне было трудно общаться с людьми. Потому... Есть такое. Мои друзей настоящих у меня тогда не было. То же самое, правда. Я был одинок. Я эти так понимаю. И иногда... Я чувствовал себя попросту никому не можно. А теперь ты супер смешной и прикольной. Проявить интересную межность. Проявить интересную? Это ж, типа, межливо, я не знаю. Так ты из-за этого так переживаешь? Наверное, вам со стороны может показаться, что я просто безбашенный отвязный сельчак. Но это не настоящий я, это маска. Маска, к которой я прикрываюсь. Я всегда чувствовал себя ущербным рядом с вами. Я не принц, как ты. Не силач. Я вообще никто. Я не очень умею ладить с людьми. А Гладио с кем угодно найдет общий язык. Как он это делает? И далеко не так умен, как Игнес. И готовить не умею. Но когда мы вместе, нам так весело, что я об этом забываю. А потом я вспоминаю, что мне здесь не место, но я хочу быть с вами. Я стараюсь, доказываю, что я и правда достоин быть рядом. Потрать его спать, поставить его на место, что? Подразнить его. Ну нет, ну подразнить тоже вот такое. Ну, наверное. Ну, те же тоже как бы не подходит. Ну ладно. Ну тут все такие варианты. Я считаю, ты ничем не хуже нас. Но, к слову, правильно. Ты правда считаешь, что я справляюсь? На те слова. Правда считаю? Еще вопросы? Нет. Извини, что... Пристал с откровениями. Да брось. Неужели ты думаешь, что я всех лузеров подряд готов выслушивать? Да? А что такое? Уши устают? Спасибо. Выговорился и стало легче. Рад слышать. Ладно. Продолжу в том же духе. По-другому я и не умею. Давай. Так держать. Нам дали за разговоры фильтр. Это, блин, вот эта сцена, которая в этом случае справляла, это именно то, чего не хватало с Промпта. Ну, наверное, я надеюсь, что будет такая же похожа с Сигнисом, потому что с Гладио уже было то, как мы пошли на пробежку хотя бы что-то. Ну, то есть, хоть что-то мы с Гладио вместе как бы поделали. Еще с Сигнисом надо знать у него. Ну вот, а Промпту вот этого не хватало. Прям спасибо за эту стоимость. В общем, офигенный случай.